Сегодня в Чебоксарах прошло торжественное собрание, посвященное Дню социального работника. На этой неделе они принимали поздравления два раза. Официально свой профессиональный праздник сотрудники социальной сферы отмечают 8 июня, но наградить их решили не в выходные, а в будни. О лучших из лучших в своей профессии репортаж Дмитрия Ковалева. В зале театра и опера и балета на торжественном вечере собрались те, кто готов всегда возложить на свои плечи людские проблемы и решить их. Зачастую помощь от социальных работников ждут инвалиды, пенсионеры, многодетные семьи и сироты. Одним словом, те, у кого нет никакой возможности посвободиться о себе самостоятельно. Эта профессия важна, ведь каждый, кто встает на ее путь, должен следовать главному принципу – помогать, насколько бы это ни было сложно. Они лечат, помогают найти работу и получить положенные по закону выплаты. Марина Капитонова уже давно трудится врачом Калининского психоневрологического интерната в Урнарского района. Сейчас там проживает почти 300 человек, и каждому, говорит социальный работник, необходим индивидуальный подход. Они нуждаются в постоянном уходе. В этом году ее работу оценили по достоинству. Она заняла второе место в одной из номинаций Всероссийского конкурса. Вообще, уверяет Марина, она ни разу не пожалела о том, что выбрала именно эту профессию. Я всегда хотела помогать людям, оказывать помощь в трудную минуту, чтобы они не болели у нас, кружины были заботой, лаской. Первые социальные работники появились в стране более 300 лет назад. Именно тогда император Петр I подписал указ, согласно которому в каждой богодельне должен появиться человек, постоянно присматривающий за больными людьми. А уже в царской России было создано множество приютов и воспитательных домов для одиноких и нетрудоспособных. Сейчас общество нуждается в социальных работниках еще больше. Но главное другое. Необходимо развивать систему для обслуживания инвалидов, пожилых и малоимущих. Государство тратит на эти цели огромные средства. У нас социально ориентированный бюджет республики. 5,6 миллиардов только выделяем для того, чтобы оказывать адресную, своевременную помощь тем, кто на сегодняшний день нуждается в этом. В социальной сфере Чувашии трудится более двух тысяч человек. Но их поддержка необходима 100 тысячам жителей республики. На торжественном собрании лучшие из лучших получили государственные награды, благодарности и почетные грамоты.